Сознание Сознание — это такая надоедливая штука, которая наступает между предыдущим сном и следующим сном. Краткий экскурс в историю вопросов. Значит, первыми идеями Сознания придумали древние греки. Эти ребята придумали вообще все идеи, поэтому если вам вдруг кажется, что вам пришла бы какая-то свежая идея, значит, что был какой-то древний грек, который её уже придумал. После древних греков были христианские схоласты со своей бессмертной душой и парадоксом свободы воли. После схоластов были механисты возрождения с человеком-машиной. После механистов были идеалисты с идеальным разумом. После идеалистов были иррационалисты, которые говорили, что разум — всё фигня, всё решает отвага и слабоумие. После них были бихевиористы, которые пытались объяснить поведение человека через рефлексы настолько плохо, что их даже нет на этой картинке. Потом был Фрейд, психоанализ которого, несмотря на свою моральную устарелость, до сих пор популярен в этой стране. Впрочем, Вадиман был прав — без секса у молодых людей едет крыша. Но когнитивная история начинается аж в 1956 году, когда группа учёных Массачусетского политехнического собрались и решили научить компьютер разным прикольным штукам. Одной из задач, которую они перед собой ставили — это научить компьютер видеть. Идея, которую они попробовали, была в следующем. Есть определённый шаблон изображения и есть определённый хитрый программный алгоритм, который позволяет распознавать этот шаблон в виде паттерна на картинке. Вот. И шамана-шамана с ходом. У меня завис айфон. И вот на такой картинке компьютер распознаёт кота. А на этой другого кота. А на этой кучу котиков. В презентациях не бывает слишком много котиков. Э, стоп. Назад. А вот на этой уже не распознаёт. Назад. Я понял. Это искусственный интеллект. Это восстание машин. Так. Да. Вот на такой картинке этот алгоритм обламывался. И уже не распознавал кота. И эти ребята так и не научили компьютер видеть. Но они поняли очень важный вопрос. Почему мы с вами на вот этой вот картинке легко можем распознать кота, вообще не напрягая свои мозги? В то время как компьютерный алгоритм, который сможет понять, что вот тут код, загрузит не один вычислительный кластер. И развитие этой идеи привело к событиям, которые позже назвали когнитивной революцией. В общем, смотрите сюда. Вы видите этот айфон, да? От того, что я его поворачиваю в руке, изображение его с вашей перспективы меняется. Но при этом вы понимаете, что с самим айфоном ничего не происходит. Он сам не меняется. И вы это понимаете, не прикладывая к этому никаких усилий. Почему? Потому что видеть это не только распознавать изображение. Когда вы видите этот айфон, вы видите не только его картинку. Вы также представляете себе все возможные события, которые с ним дальше могут произойти. Ну, если я его покручу в руках и он исчезнет, вот тут уже вы напрягиваете. Особенно от рук, который мне его дал. У вас в голове есть нечто, что не просто распознает изображение всего вокруг, но также строит предположения о всех возможных событиях, которые могут произойти совсем вокруг. И говоря компьютерным языком, это симуляция всего, целой вселенной у вас в голове. Угадайте, кто-то думался до этого первым? Древние греки. Они называли это микрокосмос. Если развивать эту идею дальше, когда вы собираетесь что-то сделать? Вы вначале у себя в голове это планируете. И у себя же в голове вы ожидаете какого-то результата. После этого вы выполняете эти действия в реальном мире. И если результаты совпадают с запланированием, вы получаете удовольствие. А если не получаете, то печалька. Но кроме печальки вы еще получаете информацию. И эта информация, она будет содержать в себе разницу между вашими представлениями о вселенной и реальным объективным миром. А проработав эту информацию, вы можете повторить попытку с гораздо большими шансами на успех. И вся история человеческого прогресса является результатом реализации вот этой вот схемы. Но если подумать дальше, то это не что-то, что мы умеем с рождения. Когда мы рождаемся, мы ничего не планируем, мы не ожидаем каких-то предстоящих событий. И не сравниваем то, что происходит с тем, чего мы ожидаем. Значит, эта способность, эта симуляция вселенной, она постепенно растет в нашей голове. И как это происходит? Вот. Ну, эти ребята из МТИ тоже исследовали этот вопрос. И оказалось, что механизм, с помощью которого это происходит, можно вполне описать себе математической формулой. И это сделал некий математик, который занимался статистикой, аж в XVIII веке Томас Байес. Вот это уравнение его имени. Вот. Выглядит сложно, но на самом деле оно простое. То есть это просто вероятность того... Оно обозначает вероятность того, что одно событие является следствием другого события. Сознание, которое работает, используя вот это уравнение, оно использует его в качестве некого фильтра, входящего информации. То есть, когда вы что-то узнаете, вы пытаетесь понять. Ну, то есть, понять и соединить это что-то вместе с тем, что вы уже знаете. И вот это вот Байесовское вычисление, оно... Что с ним? Что с ним? Помогает вам оценивать, насколько связана эта новая информация с тем, что вы уже знаете. Это приблизительно как, ну, собирать пазл. То есть, вот... Подходит эта деталька, не подходит, связывается эта информация с другим и не связывается. Если какая-то информация не связывается со всем тем, что вы уже знаете, вы придёте к выводу, что она не является истиной. Если она связывается с тем, что вы её знаете, то есть, используя, вы можете что-то объяснить, то вы будете считать её истиной. Вот. Что интересно, получая новую информацию, когда вы видите что-то, чего в вашем микрокосме вообще нету, вам всегда будет хотеться это как-то назвать и как-то его включить, вот это вот Байесовское вычисление можно не проводить и прилепить его как попало. Если после этого вы проводите вот это Байесовское вычисление, чтобы проверить, правильно ли вы его соединили со всех остальным, то это называется наука. Это проверка того, правильно ли соединены все понятия между собой. Вот. И... Если вы проводите Байесовское вычисление каждый раз, когда вы узнаёте что-то новое, поздравляю вас, вы Байесовский наблюдатель, и это значит, что вы используете всю доступную вам информацию с максимальной эффективностью. Вот. Это очень мощная способность, которая сделала человечество доминирующим видом на Земле. Вот. Пройдя вот такую вот эволюцию. Кстати, о доминирующих видах. А в чём фундаментальная разница между людьми и животными? То есть, мы знаем, что у животных есть чувства, в принципе, все те же эмоции, которые есть у людей, можно найти у животных. У животных есть некое подобие языка, обезьян успешно обучали человеческому языку жестов, с дельфинами, вон там, можно вообще по эхолоту потрещать за жизнь. Но при всех опытах общения с животными никто из животных никогда не задавал вопросов. Вопросы, они уникальны для людей. Потому что вопрос — это следствие того, что вы сталкиваетесь с чем-то, чего нет в вашем микрокосме, и вы пытаетесь как-то определить это в деталь и соединить это, встроить в вашу симуляцию Вселенной. Вот. Итого. Когнитивная... Ну, в общем, это всё в итоге когнитивная модель сознания. То есть, это симуляция Вселенной, которая использует байсовский механизм для самообновления. Вот. И там, улучшение связанности информации в себе. Но... Это то, что есть у каждого из нас. И это позволяет использовать информацию с максимально возможной эффективностью. Вот. Если вы сейчас ещё не потеряли нить лекции, то вы сейчас должны задуматься над тем, что если бы эта способность была действительно у всех людей, то большинство людей, которых вы знаете, не вызывали у вас какие-то вот такие ассоциации со своими условиями способностями. Значит, и в чём же дело? Почему, имея способность к максимальному... к использованию информации с максимальной возможной эффективностью, людей не пользуются? И... да. Ответ уже звучал на одной из предыдущих лекций. Это бессердечная эволюция и её естественный отбор. Просто где-нибудь в эпоху неолита наших слишком задумчивых предков съедали. Потому что, ну, байсовское вычисление, ну, может быть, вы к этому термину ещё не привыкли, но это то, на самом деле, что когда-нибудь делает каждый из вас. Это когда вы обдумываете каждую идею. Это довольно сложный процесс, который занимает много времени и энергии. И поэтому в процессе эволюции естественного отбора наш мозг выработал ряд механизмов, чтобы ускорять это вычисление за счёт, естественно, потери в качестве. Вот. Вот. То есть, они просто отключают вашу думалку, эти процессы. Вот. И какие же они есть. Значит, они бывают условные и безусловные. Это, по сути, высокоуровневые рефлексы. Условные выключатели мозгов у нас нарабатываются в течение жизни, безусловные у нас с рождения. Значит, условные рефлексы, условные отключатели мозгов, это, собственно, травмы и убеждения. С травмой психики, я думаю, всё понятно. Это единоразовый опыт, который подкреплён очень большим количеством эмоций. И после этого все ситуации, которые вызывают у вас ассоциации с этим опытом, будут вызывать чувство дискомфорта, опасности в результате неадекватного поведения. И существует такое направление, которое называется когнитивная психотерапия, которое, используя когнитивный подход, лечит травмы психики. И это сейчас, в данный момент, самый эффективный в мире метод психологической терапии. С убеждениями интереснее. Потому что убеждения — это информация, которая встраивается в вашу модель мира, но при этом она не берёт участие в байсовском вычислении. То есть это информация, которую вы не проверяете и не критически к ней относитесь. Убеждения формируются, когда вы в течение длительного времени, когда вы получаете одну и ту же информацию, какого-то в течение длительного времени. Собственно, пропаганда — это создание убеждений путём трансляции определённой информации, постоянно и разными способами, и её подкреплением. Для жителей Северной Кореи, то, что их армия самая сильная в мире, их сборная по футболу выиграла крайний чемпионат мира, а Америка вот-вот развалится от голода, это такой же факт, как то, что если я отпущу этот айфон, то он упадёт вниз. А для нас это забавная ерунда, потому что разные убеждения. Ну и убеждения, они не пересматриваются, они не участвуют в байсовском вычислении, соответственно, они позволяют иметь какую-то модель мира, которую можно нечасто перестраивать, и на этом экономить энергию. Когда вы общаетесь с другим человеком, когда вы с ним спорите, очень важно различать, на каком уровне у вас идёт обмен информацией. Это обмен информацией между двумя когнитивными моделями, когда люди готовы пересмотреть, воспринять вашу информацию и пересмотреть, перестроить свою картинку мира. Или это спор на уровне убеждений. Если спор идёт на уровне убеждений, он бессмысленен и беспощаден. В первую очередь, кстати, следите за тем, что это с вашей стороны, убеждения или модель мира. Так, хорошо. С безусловными рефлексами всё ещё интереснее. Потому что, безусловно, отключатели мозгов, они универсальны для всех людей. Вот. И их исследуют, их открывают, их открыли уже довольно много, но у меня просто осталось немного времени, чтобы рассказывать о них всех. О тех, которых известных мне хватит, ещё, наверное, на лекции две, если не повторяться, если не повторяться всё то, что рассказывали на лекции про ошибки мышления, поэтому лишь пару показательных кейсов, связанных с ошибками принятия решений. Итак, это очень известный в социальных науках кейс о донорстве органов в Европе. Его короткая предыстория. В 90-х годах ряд стран Европы подписали соглашение об общей зоне страхования здоровья и унификации донорского пула. То есть, в любой из этих стран, когда вы подписывали форму медицинского страхования, у вас был выбор, участвовать или не участвовать в программе донорства органов, которая означала, что если вы вдруг получаете повреждения, совместимые с жизнью, то ваши органы можно забирать на пересадку людям, которые в них больше нуждаются. И годы шли, и набиралась такая любопытная статистика по участию в этой программе, что были страны, в которых очень много людей участвовало в этой программе, и были страны, в которых очень мало людей участвовало в этой программе, без всякого плавного перехода между ними. Почему? Пока историки и культурологи ломали копья над этим вопросом, социологи решили, что надо просто пойти и спросить у этих людей. И они расскажут что-то интересное. Это, кстати, та часть, которая не сильно известна среди адептов социальных наук. И они выбрали страны Бельгию и Голландию. И город на границе между ними, который назывался Баарленасау. Население этого города было абсолютно моноэтнично, оно имело там общий исторический корни, одинаковый язык, одинаковую культуру, одинаковую религию, давай грузись уже. И граница проходила ровно посреди города. При всем при этом распределение населения относительно участия в этой программе, оно сохранялось ровно как между этими двумя странами. То есть в Бельгии практически все участвовали, в Голландии около 30%. При этом 30% в Голландии получили за счет общественной кампании, агитируя всех по телевизору, рассылая спам на почту, и они подняли где-то с 11% до 28%. И ходили эти социологи и спрашивали у людей, спрашивали у бельгийцев, почему вы приняли участие в этой программе. Они рассказывали, что это правильная вещь, которую делать, что мне эти органы после смерти не нужны, а кому-то жизнь могу спасти. И спрашивали у голландцев, почему вы не приняли участие в этой программе. И они отвечали, что ну, мне как-то неприятно думать о том, что мое тело пустят на мясо после моей смерти, или там, а вдруг кому-то срочно понадобятся мои органы, и вот, а у кого-то будет целая куча денег, и у меня из-за этого возникнут резкие проблемы со здоровьем. Но, в общем, люди как-то оправдывали свои решения, и, ну, к аргументам и тех, и тех можно было прислушаться и понять. Но ведь так не бывает, что абсолютно одинаковые люди в одинаковой ситуации принимают абсолютно разные решения. И в чем же был подвох? подвох был в форме заполнения страховки. Значит, во всех странах, в которых был низкий уровень участия в этой куда? Во всех странах, в которых был низкий уровень участия в этой программе, надо было поставить галочку, чтобы участвовать в программе донорства органов. Люди эту галочку не ставили, и они в программе не участвовали. А в странах с высоким уровнем участия в этой программе надо было поставить галочку для того, чтобы не участвовать в программе. Люди не ставили галочку, но теперь они участвовали в программе. И, как показали дополнительные исследования психологов, если у людей стоит выбор, какой-то сложный выбор, они этот выбор просто не сделают. Люди согласятся с тем, чтобы не выбирать ничего. И это один из тех древних механизмов, которые отключают наш мозг, чтобы мы поменьше грузились и побыстрее делали выбор. Но вот, что очень интуитивно, что люди при этом все равно считают, что они сделали осознанный выбор. и это очень противоречивая идея, что человек, который разрабатывает форму, имеет такую власть над решениями людей. Хорошо, ладно. В этом случае еще можно все списать на то, что люди нечасто принимают решение о том, что будет с их телом после их смерти, и люди не натренированы принимать такое решение, и поэтому их мозги в этом случае не включаются. Но как быть в случае, если это решение, которое затрагивает профессиональную область человека, то, где он точно натренирован принимать решение и где от этих решений также зависит жизнь людей. Исследования в Соединенных Штатах, которые проводили в в 95-м году, проводили на врачах, их опрашивали, и кейс у них был следующий. Они направили своего пациента на операцию по замене тазобедренного сустава. И в последний момент, за какое-то время до операции, пересмотрев дело, они поняли, что забыли попробовать одно лекарство, ивупрофен. И вопрос был в том, что отменяли ли они операцию, чтобы попробовать лекарство, или оставляли все как есть. К чести врачей, абсолютно большинство врачей в этом случае выбирали отменить операцию и попробовать лекарство. Но что, если... Ну, то есть это на самом деле несложный выбор, то есть там резать человека или пробовать лечить. Но что, если этот выбор сделать чуть-чуть более сложным? И в основной группе искутуемых им уже говорили, что они забыли попробовать два лекарства ивупрофен и пироксикам. Это делало выбор чуть более сложным, потому что теперь если они решали отменять операцию и лечить, то им надо было аж решить какое лекарство сначала использовать, какое потом. И в этом случае большинство врачей выбирали продолжать с операцией. Ну, вы можете себе представить, как какой-то врач вам говорит типа ивупрофен пироксикам это короче слишком сложно резать. Но нет, древние механизмы экономии энергии они довольно сильны и могут подавлять нашу способность к рациональному принятию решений довольно сильно, гораздо сильнее, чем люди могут предполагать. И это проблема, потому что мы живем в мире, в котором увеличивается количество свободы, в котором людям все чаще приходится принимать решения, сталкиваться с разными формами, делать выбор. И люди имеют довольно хорошую интуицию по поводу своих физических ограничений. Мы для этого придумываем ручки, поручни, пандусы, но мы довольно слепы по поводу своих когнитивных ограничений. что с этим делать и как быть? Ну, первое, что с этим можно делать, и это уже делают разные умные люди в разных университетах, это исследуют, какие ограничения есть, насколько они распространены, как часто работают, как их избежать, как их использовать во благо. это в принципе в идеале. Много людей работают также в области частных компаний в этих исследованиях ради того, чтобы исследовать, как использовать ошибки выбора, чтобы вам что-то эффективнее впарить. И вот это количество кейсов, которых у меня хватит еще не на одну такую лекцию. И второе, что мы все можем сделать для себя, это развивать свою способность думать. То самое старое доброе байсовское вычисление, оно становится тем легче, чем чаще вы его проводите. И для того, чтобы использовать информацию с максимальной эффективностью, начните с того, что не переставайте задавать вопросы. Спасибо.